если вы пересекли границу соединенных штатов и прилетели именно в нью-йорк то вы сразу обратите внимание что это очень мощный очень огромный и очень многоликий город со своими плюсами и минусами и наверное у каждого из вас возникает вопрос какой же район нью-йорка выбрать для проживания именно те прибывшие в нью-йорке мигранты в которых проблемы с английским языком или те которые хотят найти работу за кэш приезжают на брайден бич но зачастую у них тоже возникают проблемы потому что среди огромного притока иммигрантов все труднее становится найти работу из-за высокого уровня конкуренции среди своих же соотечественников и поэтому некоторые недобросовестные работодатели могут просто не заплатить вам за проделанную работу и вы тоже должны быть к этому готовы потому что мошенников здесь тоже хватает но если говорить о брайдене и об аренде жилья то в этом секторе здесь тоже наблюдаются проблемы из-за большого притока иммигрантов из украины и грузии россии и республик среди азии и поэтому цены на комнаты квартиры на брайдене значительно выросли и дешевых вариантов здесь сейчас почти не осталось стоимость аренды комнаты на месяц сейчас здесь начинается от 800 долларов а стоимость аренды квартиры от полутора тысяч долларов в месяц но есть даже такие люди которые сталкиваются с экстренной ситуацией им приходится покупать палатку и жить какое-то время на пляже за того что у них не хватает финансов чтобы арендовать квартиру или комнату и конечно их тоже можно понять потому что некоторые беженцы по тем или иным причинам попадают в очень сложную экономическую ситуацию обычно это происходит когда у человека нет в нью-йорке родственников друзей или знакомых которые могут оказать ему необходимую помощь особенно в первое время и поэтому им приходится выкручиваться из подобных ситуаций находить какие-то нестандартные варианты хотя в русскоязычной среде бывает проще найти какую-то работу чтобы постепенно решить проблему жилье но если вы относитесь к другой категории мигрантов и хорошо владеете английским языком а также имеете достаточный бюджет то вы можете переехать другой район нью-йорка например в манхэттон клинс или даже на лон айланд хотя лон айланд считается более дорогим районом но там имеется своя собственная инфраструктура и для того чтобы туда ездить из нью-йорка вам потребуется личный автомобиль этот район нью-йорка очень дорогой поэтому люди здесь просыпаются довольно поздно для некоторых 12 часов утра и только после этого времени они могут прийти на пляж всем привет из нью-йорка и сегодня я снова приехал на атлантик бич я хочу вам показать как это выглядит в 9 часов утра когда никого нет и я практически здесь один когда на атлантик бич начинается сезон то обычно на горта это такие кучи песка на которых стоит стул для спасателей которые следят за всеми приходящими сюда отдыхающих а еще нью-йорк это город который находится на океане любой приезжающий сюда турист или эмигрант может выбрать себе понравившийся пляж для приятного отдыха на некоторых пляжах здесь просто удивительная красота идеальный берег посещение многих пляжей на атлантическом побережье конечно же оплатно но здесь можно купить абонемент который можно пользоваться целый сезон когда прогуливался по берегу я обратил внимание что чайки сидят здесь именно в этом месте не знаю почему это происходит может здесь много рыбы а может здесь какое-то особое место для них те из вас кто и когда-нибудь прогуливался по этому пляжу наверно обратили внимание какой здесь идеальный чистый песочек я проехал дальше на лон бич здесь находится очень большой пирс где можно ловить рыбу и здесь же есть причал частных яхт